Доброе утро! В эфире вновь новости. Меня зовут Егор Матаев. Переходим к выпуску. Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности объявлено на Алтае до 17 августа. Особенно в зоне риска западные районы региона. Там ожидается чрезвычайная пожароопасность, пятый класс горимости. Сегодня днем температура воздуха составит плюс 22, плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный, без осадков. Но в четверг температура поднимется до плюс 24, плюс 29 градусов. Осадков также не будет. И к другим темам. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов примет участие в разумовских чтениях на Алтае. Они пройдут в городе-курорте Белокуриха 29 и 30 августа. Это одна из самых масштабных конференций курортологов, посвященная восстановительной медицине и здоровья сберегающим технологиям. В президиуме мероприятия также будут член Совета Федерации Татьяна Кусайко, депутат Госдумы Валерий Илыкомов. Помимо пленарного заседания в программе разумовских чтений, подписание двустороннего соглашения между администрациями городов-курортов Белокуриха и Евпатория. Документ укрепит партнерские и деловые контакты между городами. Повышать плату за проезд в Барнауле не будут, заявили в администрации города. Напомню, ранее перевозчики направили запрос в мэрию краевой столицы об увеличении тарифов сразу на 2 рубля. В администрации прокомментировали вопрос так. Рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда на аккордиационном совете в ближайшее время не планируется. При этом не исключено, что может снова возникнуть через несколько месяцев после того, как профильные комитеты изучат проблему перевозчиков. В случае, если требования перевозчиков удовлетворят, это произойдет осенью. Напомню, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте поднимали в конце 2016 года. Как грамотно распоряжаться средствами? Куда вложить деньги, чтобы их сохранить и приумножить? Об этом подробнее в следующем материале. Кредитно-потребительский кооператив – это компания, которая занимается вкладами и займами. В нашем городе есть организация, которая позволяет увеличить свой доход. «Финанс Инвест» – не коммерческая организация, поэтому ее основная цель не получение прибыли, а финансовая взаимопомощь. Принципы ее работы просты – демократичный подход в управлении кооперативом, прозрачность сделок, высокая надежность операции и профессионализм сотрудников. Каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Мы помогаем не только сохранить, но и приумножить свой капитал. «Финанс Инвест» уже более пяти лет на финансовом рынке. За это время мы заработали репутацию надежного партнера. А главное – мы работаем строго в рамках законодательства. «Финанс Инвест» предлагает несколько программ сбережений. Вклад пенсионный, оптимальный и инвестиционный. Проценты от вклада можно получить сразу после заключения договора, ежемесячно или в конце срока. К тому же компания не имеет права использовать сбережения в коммерческих целях, а направляет их исключительно на займы пайщиков. Их личные сбережения надежно застрахованы в полном объеме, а процент регулируется Центробанком. Более 20 филиалов организации работают по всей стране. В Барнауле офис компании расположен по адресу улица Молодежная, 28. А проконсультироваться со специалистом можно по телефону 8 933 310 0151. На этом у меня все. Хорошего дня!